Анатолий Кашпировский Тот самый Кашпировский, который в 89-90-м был известнейшим, популярнейшим психотерапевтом. Это так? И сегодня вы у нас в студии. Вот многие телезрители не верят в то, что вы на самом деле это вы. Давайте развеем эти слухи. Но вы уже развеяли. Вы же все сказали. Я достаточно утвердительно сказала об этом. Ну, конечно. Я считаю, что это очень нелепые слухи. И даже как-то оспаривать их совершенно будет лишняя трата времени. Не знаю, может быть люди думают, что Караганда это какое-то захолустье. Нет, это шикарный большой город. Очень красивый, большой, известный. Всюду знают город Караганда. А то, что я сюда приехал, ничего такого нет, необычно. Они думают, что я только должен где-то. Где я должен быть? В Москве или в Нью-Йорке? Где я только должен быть? Или нигде? Антон Михайлович, вы понимаете, что Караганда это, в принципе, просто один из региональных городов нашей необъятной страны. Знаете что, я Кашпировский, Анатолий Михайлович, точка. Спорить не будем? Все, больше не будем. Давайте я что-то измолюсу. Но немногие говорят о том, что Кашпировский это известный психотерапевт. Вот что вы по этому поводу скажете? Я хочу сказать, что вы сейчас сказали нелепость. Первое. У вас что есть статистика, кто как меня считает? У вас такой... Нет, даже если я вас не перебивал. У вас нет статистики, кто как считает. А если есть малообразованные, неграмотные, с узким мышлением люди, которые меня причисляют из числа журналистов, это посевы журналистов. Как один сказал, а другие повторяют. Это от несоведомленности. А что считает научные конференции, что считает, например, в кругу ученых, что считает вообще масса людей, это совсем другое. Я часто спрашиваю, а ну кто я такой? Вот сегодня спрашивал, кто? Никто не ответил, пришлось ответить. Антон Михайлович. А я сказал, а я поджигатель атомной войны в организме человека. Так я же прежде, чем наши встречи состоятся сегодня здесь, разговоров, я перечитала очень много литературы. Просмотрела все статьи в интернете, зашла на ваш сайт. И вот как бы, ну, этот вопрос у меня родился как вопрос, который должна была я вам задать. И чтобы в то же время тоже развеять слухи, так кто вы на самом деле? И как вас правильно называть? Правильнее, конечно, называть, известный психотерапевт. Продолжайте дальше, я буду слушать вас, интервью вас с вами обо мне. Я слушаю вас дальше. Антон Михайлович, давайте поговорим о вас. Мы знаем, что в течение четырех-пяти лет вы жили в Казахстане. И у вас, наверное, такое особое отношение к нашей стране. Да, я с двух до пяти лет жил в Казахстане. Это из-за войны. Мы были эвакуированы и жили на речке Чу. Это очень такие сладкие воспоминания. Детский сад. Вообще, другое время было. Не только потому, что это был ребенок. Вот. И живые дедушка и бабушка. Знаете, Аристотель написал десять условий счастья. Первое из них – наличие живых родителей. Хотя бы даже это. Ну, и тогда не казалось, что жизнь когда-то закончится, что все будет как-то по-другому. Нет. Тогда будущее таким розовым. Да, собственно, никаких мыслей не было в будущем. Живешь настоящим. Живешь такими вот текущими событиями. Короче, я люблю Казахстан. И не потому, что я там находился. Я люблю Казахстан, что это очень большая страна. Огромная страна. Вот. Что здесь, ну, экзотики очень много. Я тогда еще, тогда еще был в детстве, я верблюда увидел. Знаете, как? Кстати, у меня был такой интересный случай. Один пациент. Он был глухой. Но ему уже было где-то 87 лет. Он жил в Казахстане. И однажды он увидел верблюда. Ему было три года. И плюнул в сторону верблюда. Верблюд им ответил, тоже плюнул. И он упал. Потерял сознание от этого плевка. С тех пор его лицо стало преображаться. И когда я его увидел, то у него было лицо верблюда. Такая вот, такая интересная история. Не, ну, очень похожий был на верблюда. Видите, есть люди похожие на разных животных. Сами знаете. Вот, но я ему вернул слух, вернул обоняние. И у нас на видео где-то это есть материалы. Ну, что касается прошлого Казахстана. Короче, Казахстан очень хорошая, приятная страна. И здесь, что мне нравится в Казахстане, и удивительно, что народ, люди очень-очень-очень уважают свое руководство. Которое, наверное, и заслужило такое отношение. Это очень удивительно. Анатолий Михайлович, относительно вашей профессии, психотерапевтами не рождаются, не становятся. Но не все становятся, правда? Вы знаете, что, я из распашонки, которая называется психотерапевт, давно вышел. А разве она мне может напалиться? Больше нет, я не вмещаюсь в ней. Психотерапевт. Когда-то один из очень известных психотерапевтов, Илья Захарович Бельбовский в Харькове, он заведовал первой кафедрой психотерапии. Она была первой в Советском Союзе. Говорил, очень неудачно придумали психотерапию. Это как свинка морская. И не свинка, и не морская. Так же самое и это психотерапия. Ну, у вас какая-то такая неадекватная реакция. Почему? Ну, вот, а как на самом деле вас тогда называть? Просто врач. Как называть меня? Называйте как угодно. Дело в том, что я бы определил свое, так сказать, назначение, свою работу. Ну, я охотник за человеком. Я охотник за смертями. За смертями. За три маэс. Старое страдание смерти. Я всегда так говорю зрителям. Как меня называть? Охотник за человеческой тайной. За тайными мировоздания. За всем, что есть вокруг нас. Глубокого, таинственного. Вот что это такое? А взять это, сузить психотерапию, это только лечение, это только больница, это только болезнь. Кроме болезни, есть еще и здоровые. Есть вообще жизнь как таковая. А откуда это появилось в вас? Оттуда. А может быть, оттуда. А может быть, оттуда. Откуда это появилось? Что значит появилось? Раннее чтение, живой интерес, нормальная психика. Поэтому интерес ко всему живому. И, кстати, и неживому. Но вы в себе это как-то поддерживали, развивали. Что именно я поддерживал себя? Неординарные способности. Какие это значит способности? У меня никаких способностей нет. Что значит нету никаких способностей? Мы же помним, как вы в 89-м, 90-м, посредством телеэфира, лечили людей, посредством ваших сеансов зарубцовывались раны незаживающие. Это же было? Остановите, пожалуйста, дайте мне что-то сказать. Чуть-чуть. Можно? Значит, это не связано со способностями, это связано с пониманием. Вот смотрите, вот этот стол, видите, стекло. Это что, кто-то родился и уже будучи, только родился, уже на следующий день знал, как делать стекла? Вот вы сделаете стекло? Нет. Я тоже не знаю, как делать. Но принципы мы можем сделать, если мы сядем за учебники, пойдем в какой-нибудь институт и техникум, там, где делают эти стекла, научат, и мы будем делать. То есть, понимание главное. То же самое касается человека. Если ты понимаешь, как нужно себя вести, с кем, и как действовать, молчать, говорить или смотреть, или ничего не делать, то тогда ты можешь осуществлять. А человеку свойственно что? Давать возвращение назад, обратный ход. Я хочу сказать, что моя работа, она отличается от, я бы сказал, практически от большинства психотерапевтов и тех, кто занимается человеком, в плане программирования человека одним, самым главным. Моя работа направлена на коррекцию его анатомии. Это есть исключение из устоявшейся уже столетиями правила. Потому что, например, в Соединенных Штатах психотерапевты занимаются в основном депрессией, лечением депрессии. А если посмотреть в интернет, посмотреть любой учебник, какое меню психотерапевтическое, страх, навязчивость, бессонница, вредные привычки, возбудимость, навязчие действия, все. А где же печень? А где сердце? А где там, допустим, непроходимость пищевода? А вот это уже ткань, материя. А материю очень трудно изменять. Ее изменяют только механическим способом оперативным и больше ничего. А так, а как дистанционно изменить сердце? А как дистанционно изменить печень и вернуть ее к нормальному статусу? Вот это и есть главное, что у нас должно было прозвучать и звучит сейчас. Антон Михайлович, давайте поговорим все-таки о вашем методе. Все-таки о методе? Ну, знаете, это такой вопрос скользкий, потому что нет такого метода, что был какой-то специальный метод, например, проведение обвисбольной хирургической операции. Вот уже в следующем году, в марте, исполняется 25 лет первого теремоста Москва-Киев. Ну, а что-то никто не может повторить во всем мире, дистанционной операции. А вот в 2014 году будет теремоста Киев-Тбилиси, 25 лет. Ну, какой метод обвисболить человека, который четырежды оперировался до этого, две клинические смерти и операции на брюшной полости, 40 сантиметров. Какой метод? Нет метода. Я вам скажу больше, может быть, это прозвучит немножко странно для вас и для слушателей, но я сам превратился в метод. Я есть метод, мне ничего не надо делать. Я так и говорю, я ничего не делаю, я просто сижу. Но за мною стоит прошлое. Когда у тебя есть прошлое, да какое-то такое особое, это уже превращает тебя в метод. Понимаете? А какого-то метода есть? Ну, какой метод? Значит, что-то говорить, что сказать? Говорить не надо, потому что наш ум в тело не вхож, другого человека. Руками что-то делать, рукой энергии не выделяет. В чем метод? Есть только одно понимание. Понимание. Вы знаете, бывали такие случаи, я же не раз делал обвисбольные операции, я не знал, что как делать. Ну, не знал. Я уже иду к пациенту, я не знаю. Последнюю секунду рождалось. А если был бы метод, то я уже так и делал бы. А так метод здесь в творческом поиске, так сказать, метода. Или в данной ситуации твоего поведения. Хорошо. Многим телезрителям интересно узнать, где вы сейчас на данный момент живете. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, где я живу? Я всюду живу. Я бываю в многих странах. А официально я в Москве живу. Официально. Паспорт прописан в Москве. Но не так уж часто я бываю там. Очень много времени провожу в других странах. И практически все эти годы с 89-го года я, как говорится, вечный странник. Вот. Много стран объездил. То в Польшу. Была передача. Три года нашла. Телеклиника доктора Кашпировского. Потом другие страны. Канада. Соединенные Штаты. Россия. Украина. Казахстан. Вот уже сколько тут? Третий раз. Первый раз был в 92-м году. Потом в прошлом. Вот сейчас. Так что вот где я живу. Все ответил на мой вопрос. Где комфортно? Всюду. Мне комфортно всюду. Всюду комфортно? Всюду комфортно. Готовясь к нашей сегодняшней передаче, к нам в редакцию раздавалось очень много звонков. И вот в первую очередь, наверное, это один из главных вопросов, который волнует наших телезрителей. Какие заболевания лечит Кашпировский? Да, вы знаете, очень хороший вопрос. Я, во-первых, заболевания не лечу. Моя работа не есть лечебная. Она есть вызыванием медицины в организме человека немедицинским путем. Я вам приводил пример. Когда мы сидели перед передачей. В приватной беседе. Да. И я кружкой по столу ударил. Радался громкий звук. Я сказал, у вас подпрыгнул адреналин. Не только у вас, но и у всех. В том числе и у меня. Мы вызвали адреналин. Чем? Звуком. Понимаете? Ну, может, и другие способы. Поэтому вся моя работа построена на том, чтобы немедицинским путем, путем общения, путем философских рассуждений, путем объяснения человеку его сущности. Ну, например, что в основе всего лежит отпечаток память нормальности. Каждый человек несет память нормальности. Сколько уже пронеслось бед над головой человечества. Сколько было всяких испытаний. Ведь сколько существует человек, столько времени идут войны, пожары, тонут, жарко, холодно, удачи, неудачи. А отпечаток остается матрица памяти нора. Это новый термин, который сейчас входит в учебнике по психотерапии. Допустим, папа и мама слепые, а ребенок рыдается какой? Сдрячий. Правда? Бывают такие случаи. Точно, бывает. Всегда. Еще у слепых никогда не рыдались слепые. Или, например, нет рук-ног. Бывают такие супруги. Нет ноги, нет руки, а ребенок руками-ногами. Кстати, о войнах, о катаклизмах. Вот уже в течение двух лет последних муссируются слухи о так называемом конце света, который наступит якобы 21-23 декабря 2012 года. Вот некоторые верят в это, готовятся к этому, запасаются провиантом, свечами и так далее. Кто-то просто скептически относится к этой информации. Вы-то как относитесь к этой информации? Антон Михайлович. Я слушаю вас. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Воссламе Висоцкой отвечу. Жалею вас, приверженцы, фатальных дат и цифр. Что можно сказать? Ввиду грамотности, которая всеобщая на Земле, ввиду того, что многим доступен компьютер, не забывайте, что среди населения есть часть людей нормальных, большая часть, но есть и ненормальные. Если какие-то шизики это пишут, каким бы они не прикрывались этикетками, то это не значит, что мы должны верить этому. Есть такое крылатое выражение «любовь и голод правят миру». Давайте мы добавим к нему еще одно. Любовь, голод и глупость правят миром. Ведь малейшее что-либо люди подхватывают и верят. Верят. Ну, знаете, чему бы жизнь нас не учила, сердце верит в чудеса. И вот будет конец света и так далее. Это абсолютная глупость. Никакого конца света не будет. Не надо там свечки покупать, не надо соль покупать себе. Живите спокойно. Промикнет, как когда-то говорили, вот в 2000 году конец света. И как-то благополучно прошло, понимаете? И так и дальше, и дальше будет. Так что никакого конца света не будет. И давайте не будем жертвами глупцов. Даже я так скажу, знаете, зрителям. У меня есть такой афоризм. Не будьте жалкими перед жалкими. Анатолий Михайлович, Вы уже столько лет не изменяете своей прическе. У Вас такой вот сложившийся имидж. Это дань, наверное, какому-то постоянному вкусу? Ну, я не знаю. Или вот так привык? Я вообще-то, знаете, к детству и юности очень хорошо рисовал. Так? Рисовал. И, ну, наверное, я вижу, как. Как я должен смотреться. Вот. Поэтому, ну, мне нравится так. Мне так удобно. Понимаете, когда ты делаешь что-то, тебе там пиджак неудобен. Или вот я когда чувствую, что у меня спортивная форма не такая, как должна быть, я выхожу, я ощущаю себя не совсем хорошо. То есть, все, что на нас, оно дает. Вот если вы в хорошей одежде, вы походка другая, правда, и по-другому себя. Уверенно чувствуете. Да, а дай вам фуфайку, кирзву сапоги, я посмотрел бы, как бы себя вели. Тоже влияет. Я бы тоже комфортно чувствовала себя. Ну, я понимаю. Дело в том, что... Потому что я... Хорошо. Вот это прическа. И, кстати, Иосиф Кобзон, он тоже себе такую прическу сделал. Вот. Вот комсомолкой была статья. Вот, что он за какой парик заказал. И обязательно под Кашпировскую. Тоже верен на это, мы до сих пор. Вот. Ну, значит, ему так нравится. А мне нравится так. У меня нормально, у меня никаких париков нет. Вы до сих пор занимаетесь спортно. Кстати, в прекрасной физической форме. Рецепт расскажите. Это вы не знаете. Вы не знаете, в какой форме. Почему? Я же вижу. Нет, не вижу. Мышцы накаченные. Да, ну, бросьте. Значит, на моем сайте я вообще рекомендую зрителям, заходить в мой сайт. Потому что мои выступления здесь связаны с тремя S тоже. С тремя таблетками. Одна из таблеток заходить на сайт. Вторая присутствует. А третья обязательно смотреть мои видеодиски новые, которые сейчас созданы в разных городах. Может быть, и в результате пребывания здесь мы тоже соберем материал и сделаем диск. Караганда, например. В прошлом году сделали, но операторы были очень неудачные. И этот диск мы не стали распространять. Вот. Так что заходить на сайт. И вот на сайте есть глава видео. Нажимаете кнопочку. С левой стороны целый список. Спорт. Нажимаете на кнопочку спорт. И тогда уже скажете, спортивная форма или нет. Конечно, занимаюсь все время физическим упражнением. Сегодня я с вожделением посмотрел на три таких больших бутля стояли у вас. Кантелей нету. Ничего отягощения. Если мы ребята намек поняли? Поняли. Надо где-то такие бульки достать и тренировать. Нечем тренироваться. Мы тренируемся чем угодно. То возьмешь книгу, наложишь в чемодан и этим занимаешься. А иначе нельзя. А по сколько часов в день тренируетесь? Что? По сколько часов в день тренируетесь? По сколько часов? Немного. Зачем часам? Это неправильно. Неправильно это надо чувствовать, когда тебе хочется. И не превышать дозу хотения, чтобы не было отвращения. Понимаете? Вот. Поэтому я, например, тренируюсь в день раз пять-шесть. Ну так это пауза. Люди пока там сидят, я делаю прерыв. Я подошел, сделал два упражнения. Все. Это же занимает две-три минуты. И так две-три минуты на пять и так дальше. Вход на ваши встречи бесплатный. Ну. Анатолий Михайлович, а вы благотворительностью что ли занимаетесь? Или это исключительно от души идет? Ну, знаете что, я благотворительностью занимался давно. Еще когда работал. Где-то с 70-го года. Даже раньше. И пять рублей зарплата. фонд мира. У меня есть благодарности Бориса Полевого. Он был тогда представителем Советского фонда мира. А потом, когда я вдруг стал состоятельным человеком, на то время был состоятельный человек, почему? Стал выступать, не было ни гроша, да вдруг алтын. И мне было стыдно. И поэтому я как-то старался поделиться с людьми. Вот, например, приехал в Ташкент, четыре дня выступал, и очень много чего было. Ну, часть денег была отдана фонд спортсменов-коллег, председателем был чемпионом олимпийских игр Михаилу Мамешвили. Потом детским домам было дано. Ну, короче говоря, очень большие большие... Я подарил там в Багестане пятикомнатную квартиру родной женщине. Вот. И так то квартиру подарили, что машину. Тогда была такая возможность. Вот. Знаете, я приехал в Кишинев, и там уже начинались волнения. Пытались как-то Советский Союз уже расшатывать. И сказали волнение в Молдавии. Ну, что же мне делать? Я-то самый из Москвы, и вот я выступаю, и спрашиваю, кто-то самый несчастный. Одна женщина поднимает руку, другая третья. Одна говорит, я 27 лет в очереди. Идите сюда. А накануне второй секретарь дал мне добро на то, чтобы я купил квартиру четырехкомнатную. Я купил и подарил ей прямо при всех. Вы знаете, Молдавия плакала. Плакала, но это было жесть за кого? За Россию. Понимаете, за Советский Союз. Ну, это приятно делать приятно. Почему я здесь? Потому что в основном не потому, что мне хочется сейчас гуманитаркой заниматься, я далеко не в том, так сказать, статусе. Но я езжу сейчас и выступаю с целью сбора информации. Вот мой оператор на видео записывает кто что говорит, какие прошли заболевания. Так? Небольшое снимает сами эти сценки. Это. А плюс еще записываем кто что. Вот есть на моем сайте глава пациента. Откуда это взялось в выступлении? Вот. У меня есть договоренность с некоторыми телевизионными компаниями на Западе, которые хотят эти материалы иметь и на основании этого делать фильм. Вот можете на моем сайте увидеть ролик американский, русский феномен называется. Это в моей работе. Так вот, готовится целый ряд кинофильмов и все эти материалы, что мы собираем, они лягут туда, как подсобный материал. Вот для чего. А так как гуманитарно, то людей приходит больше и гораздо легче. Вот и все. Сколько сегодня на вашей встрече было человек? Много? Не считал. Не считал, но может быть, я знаю, 300 или сколько было. Но зрители еще не совсем готовы к восприятию самых лучших вещей. Например, вот если вы придете к нам на выступление день-два, что я буду делать? Ну, как вы думаете, если за 5 минут у людей, вот, допустим, 400 человек, я с ними говорю, вот сейчас у нас будет что, снятие опухолей щитовидной железы? Вы прям так конкретно говорите? Конкретно говорю. Что будет снятие опухолей? Да. Значит, прощупайте вашу шею. Начинаете щупать. Прощупали, прощупали. Все. Я сижу, ничего не говорю. Какую музыку захочу, такую включу, и больше ничего. А сам смотрю, сколько? А, 3 минуты пришло, 4, все. Щупайте шею. Щупает. Поднимите руку, кто не находит, поднимается лес рук. Так само с грудной железой. То же самое. Это в основном мы будем делать в вечернее время. Сейчас мы немножко людей к этому готовим. На них это как снег на голову. Это необычно. Ну, допустим, в зале поднимается по поводу опухоли груди где-то 200 рук. Они поднимают руку и так делают. Хорошо. Прощупали, обиделись и знали до этого. Проходит 5 минут, 3, 4, не больше. А ну, прощупайте. Не находит. Сколько из 400, что подняли руки, 150, 200 поднимут, что нет. Идем дальше. Идем дальше. Нос. Коррекция носа. Они дышат по 20-30 лет. Дистанционно. Беру, рисую нос на столе. Иногда так делаю. Говорю, я гуляю по вашему носу. Гуляю, гуляю, гуляю. Вот. Через 5 минут они начинают дышать. А ну, кто дышит носом? Поднимаются руки. Мой аппарат ходит по залу. Сколько не дышал? 20 лет. А я операцию перенес, не дышу. Я объявляю такое. Посмотрите на ваши ноги. Не просто посмотрите. Возьмите ваш мобильный телефон и сфотографируйте синеву ваших ног, ваши сосуды. У некоторых такие просто извитые жгуты на ногах. Вот они многие, не все, но многие фотографируют ноги. Уже все. Обмана зрения нет. Все. Сидите. Играет музыка или не играет. Или я беру, а вот теперь я вашу ножку нарисую, а могу в воздухе нарисовать. Ну, всяческие такие, как бы чудаковатые вещи. Отвлеченные, да, такие техники? Отвлеченные немножко техники. Да. Ну, как отвлеченные? Ну, какая-то символика. Люди хотят, чтобы чуть-чуть как-то виртуально к ним подойти. Ладно. Танцую или смотрю или ничего не делаю. Проходят пять минут. Почему не больше? Ну, потому что, ну, нет смысла на больше. Если больше, большее количество. А теперь смотрите на ваши ноги, фотографируйте заново. И когда человек видит снимок до, и там целое, извините, изображение, такие толщину палец сосуды и синевая чернота, а через пять минут нормальная нога, то уже, то как тут? Понимаете? Это производит шок. Я знаю, что тут через пару дней тут просто сумасшедший шок будет. Люди, как только это раскусят, эту конфетку, и когда они увидят, потому что это касается зрения, раз, вот, ну, приходится наносить ущерб, потому что людям надо покупать очки новые. Раз, потом щитовидка, грудная железа, грыжи, грыжи тоже. Бывают такие грыжи, но вот, начинают потом подниматься. Вот у меня 20 лет была паховая грыжа, пупочная, все проходит, в том числе масса случаев исчезновения спинно-мозговой грыжи. Вот и мне хочется эту конфетку раскусить. А вот за счет чего это происходит? Вы никогда ее не раскусите, вы только можете избавиться от грыжи, если она у вас есть. Вот это вы можете конфетку тут получить. Но мне, как человеку любопытному, хочется узнать. Когда любопытно, когда созрел ученик, является учитель, сказал Иммануил Кант. Это надо повзрослеть на эту тему. Анатолий Михайлович, я же в ученики и в ученицы не записываюсь. Мне просто интересно узнать, за счет чего это происходит. Вы должны записаться в ученики, иначе ничего не будет понятно. А так, вы хотите гордой одиночкой, ну берите тоже и снимайте варикоз. А хотите узнать, значит слушайте внимательно, смотрите внимательно, тоже у вас варикоза нет, к счастью. Вот. Понимаете? И слава Богу, что и нет. Вы знаете, как объяснить? Происходит воспоминание нормальности. Память нормальности есть. Первый, матрица, память и норма. Это одна вещь. А вторая, что весь наш организм состоит из таблицы Менделеева. У нас есть с чего делать уникальные вещества, которых нет на Земле. Наш организм, наш организм кровь делает или нет? Делает. А как? Вот вы сейчас сидите, вот такие чудесные волосы, и пока мы разговаривали, ваши волосы стали чуть длиннее. Это вы так сделали, но не знаете, как. И ногти у всех. У всех зрителей тоже у них чуть-чуть волосы подросли, ногти чуть длиннее стали. Чудесатые только. Почему чудесатые? Это все время происходит. Все время у нас в организме что-то рождается, что-то создается новое. Ну, хорошо, будем смотреть на ноги. Не видно ничего, молекулярное движение. А через 10 дней надо стричь. Значит, все время происходит, независимо от нашего сознания, автоматическое движение, молекулярное. Обновление. Дальше, что еще спросите? У нас прям урок сейчас. На счет чего? Я ученица, вы учитель. Ну, учитель, учитель не тот, кто говорит, а тот, кто воспринимает. Тот ученик хороший. Ну, хорошо, что еще? Хочу спросить у вас о планах на будущее. План? Такой, знаете, банальный вопрос, но в то же время очень... Ну, ближайший план, ближайший план, вот, как мы доедем до гостиницы? А если серьезно? Ну, и серьезно, почему вдруг мы не доедем? Ну, какие планы на будущее? Во-первых, сейчас надо мной нависла книга. Вот, она готовая, но напечатали, там масса есть таких, ну, я не согласен с некоторыми моментами, как она сделана, называется, я пришел воскрешать, живых. А потом у меня еще в компьютере стоят тысячи и тысячи афоризмов, которые рождались в процессе общения с людьми. И вот я хочу еще таких несколько тому афоризмов выпустить. Они касаются человека, человечества, хорошего, плохого, ну, и, естественно, в ракурсе моей работы. А вот и подошла к концу наша программа, как бы мне не хотелось с вами прощаться. А про буденок вы хотели спросить, но не спросить. Я хотела. Ну, так и все хотели, все, не надо, правда? Ну, почему? Мы об этом обязательно спросим, может быть, еще раз сделаем передачу в прямом эфире с участием Кашпировского. На самом деле, Анатолий Михайлович, я благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам прежде всего крепкого здоровья. Спасибо вам, что вы с нами есть. Вы смотрели программу «Багат» на Первом Карагандинском. Смотрите нас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова